За героем данного выпуска я начал наблюдать с 2014 года. Тогда в России о нем знали только те любители футбола, которые отслеживают выступления молодых российских игроков в Европе. Сейчас Антон Швец вырос до футболиста сборной России, является основным игроком Ахмата и скорее всего в этом году перейдет в топ-клуб РПЛ. Сегодня я расскажу вам его историю, которая показывает через что приходится пройти профессиональным футболистам, чтобы добиться высоких результатов и осуществить свою мечту. Но перед этим напомню вам о лучшей компании в своей сфере. 1xBet это всегда самые высокие коэффициенты, широкая линия ставок и быстрый вывод средств. Ссылка как обычно в описании. Антон Швец родился в маленьком украинском городе Геническ 26 апреля 1993 года. Семья почти сразу же переехала в Грузию, поэтому детство маленький Антон провел именно в этой стране. С утра до ночи он играл на улице с друзьями, а первые шаги в футболе делал в Тбилисском Динамо. Несмотря на то, что денег на спортивные костюмы и бутсы не хватало, Швец уже на первых порах выделялся на уровне своих сверстников, а индивидуальные награды на различных детских турнирах стали обычным явлением. Отец Антона, видя талант и потенциал в своем сыне, решил отвезти его на просмотр в Москву. Десятилетнего парнишку забрали в ЦСКА, но в армейском интернате Швец пробыл недолго и вскоре перешел в стан главного конкурента, в московский Спартак. Там он играл в одной команде с Александром Козловым, безумно талантливый футболист, который так и не смог себя проявить во взрослом футболе. Подошло время для выпуска из академии, а перспектив на попадание в главную команду не было никаких. Антон технически выглядел хорошо, а вот физически был слаб. Швец все меньше и меньше появлялся на поле и принял решение уйти в трудовые резервы. После них был просмотр в Сатурне, но подписанию контракта помешала болезнь – воспаление легких. Тогда казалось, что футбольная карьера закончится так и не начавшись, но на помощь юному игроку пришел прославленный футболист Спарты, Челси, ЦСКА и других многих клубов – Иржи Ярошек. Чех является мужем сестры Антона, и на тот момент он выступал за Сарагосу. Поэтому ему удалось договориться за своего родственника на просмотр. Но не все так просто. Все-таки мы говорим о российском игроке. Для того, чтобы подписать контракт с испанским клубом, необходимо было получить справки у прошлых команд, что они не имеют никаких финансовых претензий. С ЦСКА и трудовыми резервами проблем не возникло, а вот Спартак встал в позу. Клуб хотел все же получить выгоду с игрока, который был им совершенно не нужен. Та самая компенсация на молодых футболистов во всей ее красе. Но благодаря Валерию Карпину дело быстро разрешилось. Швец попал в школу Сарагоса в 2011 году. Постепенно он освоился и все больше и больше заигрывался за вторую команду, которая выступала в третьем по силе испанском дивизионе. 65 игр и 5 забитых мячей за 3 года. А под конец своего пребывания в стане арагонцев, Антон дебютировал в первой команде в Сигунде. Как раз таки в этот момент на него вышли представители сборной Грузии. Были разговоры про молодежку с последующим попаданием в основную сборную, но Швец не стал принимать грузинское гражданство и до конца верил и надеялся, что однажды наденет на себя майку сборной России. Опять таки, почему им не интересовались тренеры нашей молодежки, остается загадкой. Антону предлагали остаться в клубе, но в один момент в Сарагосе сменился весь состав директоров и на игрока оперативно вышел Вильяреал. Конечно же это был шаг вперед. Все-таки желтые постоянно занимают место вверху турнирной таблицы Ла Лиги и играют в Еврокубках. Соблазн был велик. В 2014 году Антон Швец стал игроком Вильяреала, но опять-таки это была лишь вторая команда из все того же третьего дивизиона. Кстати, одновременно с ним перешел в этот клуб и другой россиянин Денис Черышев, с которым они хоть и не особо дружили, но поддерживали друг друга. К сожалению, вместо прогресса и выступления в премьере Антона настигла череда травм. За три года он несколько раз повреждал голеностоп. Играя через боль, он старался выдерживать конкуренцию, но зачастую делал только хуже и усугублял ситуацию. В своем последнем сезоне в Испании Швец пропустил 8 месяцев, а всего за Вильяреал Б он сыграл 71 игру и забил 4 мяча. Антона подводили к основе. Он участвовал в тренировках с первой командой и даже был несколько раз в заявке на игру, но в итоге заиграть в составе желтой субмарины не получилось. Варианты по продолжению карьеры были в Сигунде, в частности в местном химнастике, а также в португальском Белиненцеше, но в 24 года Антон все же хотел чего-то большего. Был риск завязнуть в посредственных клубах и так ни разу и не заявить о себе на широкую аудиторию. Единственный, кто предоставил ему тогда шанс, был Олег Георгиевич Кононов, на тот момент главный тренер Грозненского Ахмата. Швец уже на первом просмотре заявил о себе и не оставил сомнений в необходимости подписания контракта. 1 июля 2017 года Антон Швец подписал контракт с Ахматом, и с тех пор он цементирует опорную зону Грозненцев. Правда, свой первый матч он провел не сразу. Три игры полузащитник пропустил опять-таки из-за травмы, но на этот раз это был перелом мизинца. В своем первом сезоне в RPL Антон сыграл 26 матчей и забил 3 мяча, получив при этом, как и подобает ярко выраженному опорнику, 6 желтых и 1 красную карточку. Что касается его стиля игры, Антона можно назвать игроком оборонительного плана. Швец благодаря своему росту, 190 см, умело играет на втором этаже, а также он цепкий в отборе. Зачастую игрок предвидит ситуацию и идет на перехват мяча раньше оппонента. Кроме этого, в Ахмате через него начинаются контратаки. Это наиболее заметно в игре с топовыми клубами, но назвать его дирижером нельзя, потому что чаще всего он предпочитает отдать мяч ближнему партнеру или перевести игру на фланг. А вот с точностью дальних и средних пасов стоит, конечно, еще поработать. Но что не отнять у Антона, так это сила удара и умение работать с мячом. Так как ранее он играл ближе к нападению, это помогает ему при подключении к атакам. Швец, находясь рядом с чужой штрафной площадью, нередко берет инициативу в свои руки и не прочь проверить свою пушку в деле. Так что от него стоит ждать вот таких вот маленьких футбольных шедевров. В сентябре 2017-го Швец исполнил свою главную мечту. Он сыграл за сборную России. Это был странный контрольный матч против московского Динамо. Но уже весной 2018-го состоялся полноценный дебют в игре с Францией. В обоих встречах Черчесов выпускал его на последние 15 минут. Поэтому сложно оценить его игру в майке сборной. На домашний мундиаль Швец не попал, но на Лигу наций заявлялся. Правда сыграть в этом турнире не довелось. Многие отмечают, что Антон сдал в начале этого сезона. Но недавно выяснилось, что футболист скрывал травму, играя через боль. У него контузия первой кленовидной кости. Сейчас игрок восстанавливается и уже весной будет доказывать всем, на что он способен. Два последних трансферных окна, средства массовой информации, сватают Антона поочередно то в Спартак, то в Зенит. Реальный интерес был со стороны сини-белоголубых, но клубы не сошлись в цене. Учитывая, какие проблемы сейчас испытывает Спартак в центральной зоне, прибавляем к этому возможный уход Глушакова, а также вспоминаем, что Кононов это тот человек, который в свое время был инициатором перехода Швеца в свою команду, в итоге можем предположить, что скорее всего летом Антон уйдет на повышение и вернется в Спартак. Во всяком случае, для этого ему необходимо удачно провести весенний отрезок сезона. Уровень Ахмата Антон Швец уже перерос. Ему необходим новый вызов с высокими задачами. Лично мне импонирует этот игрок. Он проходит достаточно сложный и необычный футбольный путь. От всей души желаю ему удачи и, конечно же, здоровья. А если вам понравилось видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал и не забывайте главное. Любите наш футбол. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok